Давайте мы своим силами тогда будем достраивать ее. Красить, белить, что нам делать? Подскажите. У меня трое детей, я многоотетная мать. И все дети у меня ездят далеко. Эти просьбы озвучили нашим журналистам жители жилого комплекса «Солнечные системы» еще в октябре прошлого года. Проблемы строительства социальных объектов, транспорта и инфраструктуры по-прежнему волнуют людей. Началось все с того, что застройщик «Урбангрупп» объявил о своем банкротстве, оставив микрорайон недостроенным. Решать накопившиеся проблемы пришлось местным властям. О положении дел жителям рассказал Дмитрий Волошин на встрече с сотрудниками «Энергомаша». Строительство школы стало возможным благодаря поддержке областного бюджета. На сегодняшний день школа строится. Школа планируется к вводу уже компанией «Дом.РФ», которая это государственная корпорация, как вы все хорошо знаете, в этом году. Я надеюсь, что у нас не произойдет никаких приключений, и мы эту школу достроим. Также глава округа подчеркнул, школа на тысячу мест, запланированная в свое время «Урбангрупп», необходима не только жителям микрорайона, но и детям из старых имок. Поэтому строители могут рассчитывать на поддержку власти.